Я когда в жизни думал, ну чтоб так, как там кричат, Вивали Франц? Здравствуйте, глубоко уважаемые любители лётных видов спорта и У нас канал Мечта Летать, а нам советуют переименовать его в канал Мечта Пожрать Но мы такого делать не будем Мы готовим только самые лучшие рецепты И очень редко По многочисленным просьбам продолжения истории про бычьи пласты Что произошло со временем, как мы их замариновали? Во-первых, они выпили всю жизнь маринар То есть помните, да, что я плоско прессовал всё Но так получилось, что когда я открыл, маринад куда-то исчез Может, его кто-то выпил, потому что это довольно вкусное вино было Но второй вариант, что мясо, в принципе, впитывает в себя влагу И они, вот видите, сейчас такие вот стали немножко другие А сейчас задача обжарить их на максимально возможном огне Конечно, у нас полностью неправильная технология Это у нас труда электрическая, которая не позволяет дать ту мощность, которую нужно В идеале это должен был газ с таким адским пламенем А лучше греть Но мы исходим из того, что есть И пока хвостки обжариваются, обпариваются Я вам скажу, что ещё мы будем добавлять Мы кумин теперь уже в зернышках Дальше листья лавровые Чёрный перец, бульон, биро какой-то, что же у вас, тоже нужно Сырли-фидерея Да, морковку А это что? Смена куриандра Куриандра, что вот И кучок чабрита Кучок чабрита Вот примерно в этой конфигурации всё будет происходить И дальше наша задача обжарить эти хвосты Максимально ударным методом это надо было сделать Ну, посмотрим Что-то на них что-то появилась некая корочка Ну, сами знаете, как это с мясом надо делать Пахнут они уже божественные Так, первая порция мяса обжаривая Хвосток обжаренная Отправляется в кастрюлю И кастрюля это как раз самая большая проблема Мы меняем масло на сковородке Потому что жарить в следующий раз на этом же горелом всяком таком неправильно И начинается нарезка чего там? Сельдерея? Просто крупно нарезаем Сельдерей Я сельдерей, друзья, не очень люблю Но вот в таких номинатах он оказывается незаменимым Для меня это, конечно, загадочный овощ или фрукты Кто это? Кто это? Овощ Это же стебли сельдерея Да Кстати, корень сельдерея, не знаю, наверное, стебли очень полезны для мужчин Вот так, товарищ мужчина, учтите, вот видите, специалисты вам говорят Дальше нарезается тоже достаточно крупно, да, лук? Ну, то есть, вот здесь специфика, что действительно крупные такие куски Мы почему, друзья, так быстро все делаем? Потому что я опоздал на съемок фильмов про самолеты Мы вчера поснимали фарман Потом еще кучу самоделок Потом какой-то деплан В общем, у нас был грандиозный трип по люфе Я, конечно, в этом трипе немножко подзастрял И опоздал Теперь моя сестра вынуждена в суперскоростном темпе готовить хвосты Я остаюсь на присмотре за ними А она уезжает работать Потому что все-таки не такие все раздолбай, как я Еще некоторые работают Ну, как быстро Если в команде, если кто-то помогает Ну, хотя бы вот так вот Добрым советом Или видеосъемка Это, видите, как все быстро происходит Ну, тем более, что когда крупно режешь, мы будем Сейчас чеснок Я чуть было не прикончил это блюдо тем, что хотел чеснок почистить Ну, так все Так вот Это все фаза Надо подальше камеру держать Просу раз камеру забрызгало жиром Камера у меня GoPro 11 Одиннадцатая Двадцать раз я снимал с DJI А сегодня одиннадцатая И одиннадцатая в экспедиции по реке Показала себя наилучим образом Батарейка держит великолепно Звук микрофонов записало хорошо С родных То есть мы не использовали радиомикрофоны вчера И самое главное, что ни разу не зависло То есть, в отличие от десятки, это просто бомба Ну, и как она снимает Вот режим W Пять и трика Ну, наверное, самое то, чтобы снимать мясо Ну, или не знаю, что там еще может Натюрморт какой-нибудь там Вот когда, допустим, текст книжки читается Где у нас текст про хвосты Ну, видно заснеженный Вильнюс Да, если в этом году снег увидел рано Во Франции он еще не выпал Вот видите, получилось так Ездил в Литву и попал в снег Ай, красота какая! Итак, друзья, в этом рецепте Как вы видите, обжариваются эти хвосты На сковородке Ну, там буквально чуть-чуть Чтобы корочка какая-то образовалась И тут существует куча теорий И давайте поймем, что они мариновались очень долго Потом они будут вариться 3 часа Ну, там 2,5 И понятно, что эта корочка как бы растворится Вот для чего это делается Напишите в комментариях Кто разбирается с теми кулинарии Лично я считаю Ну, я знаю, там запечатывают поры Чтоб сок не выходил Или это поля Но больше всего мне кажется Что для запаха Потому что факт Это так божественно Что ни сказки сказать Ни ферру написать Между тем Аленка мгновенно нарезала Уже почти всю морковку У меня, видите Это не прошло еще и, наверное, 5 минут Сначала нашего ролика А у нас уже все готово При этом, в принципе, мог вот на этих подмассерях быть и я Но я, кайф, я опоздал И поэтому Взвалил время готовки на Крупки и плечи моей тихо Давай Нясо у нас обжарено Вот это полная кофе для вкуснейших хвостов И надо сейчас немножечко Просто обжарить Капельку обжарить Сливковое овоще И, друзья, очень тонкий момент Я хотел выкинуть, вылить вот это все в помойку Ну, как Так сказать, вылить Оказалось, что в этом рецепте ни в коем случае Если у вас будет напарник по приготовлению рецепта Как у меня, Аленушка Она спасла эту ситуацию Она дала мне по рукам И не дала вылить вот этот вкуснейший маринад Как раз в этом маринаде Этот маринад добавляется к мясу И в нем же это мясо тушится Ну, и добавляются дальше овощи И что это у нас такое, Ленка? Это простой херес Простой херес И он белый В рецепте должен быть красный Но красный стоит в два раза дороже Это тоже очень хороший Нет, кстати, в рецепте не сказано В рецепте написано 750 миллилитров хереса Поэтому принято решение добавлять вот этот хороший херес Так как в прошлый раз его добавляли Было безумно вкусно То решено в этот раз не множить сущности И сделать все то же самое Ну да, херес не простой, а сладкий само собой А, здесь такая хитрая штука есть Для блондинок Друзья, мы добавляем в маринад Валюшка, что мы добавляем? Херес В рецепте указана бутылка сладкого хереса Херес стоит очень дорого Красный И мы попробовали сделать с белым Тем более, что не указано, какой именно должен быть У нас все получилось Мы решили, что почему бы и нет Ну, не могу, не поддается она мне Давай я покажу, как открывают бутылки гусара Ты знаешь, я не умею Нет, мы это потом повырезаем Но я действительно Оказывается, хересную бутылку Вот не то, что шампанское Шампанское открыть, это О, оказывается, все было очень просто Сейчас я буду пробовать, друзья И так, братик, веду спиры Как это? Попишать за дно бокала и так далее Эх! Это тот же самый херес, что я прошел с глаз выпил Друзья, я выпил треть бутылки В прошлый раз, пока его добавляли Я считаю, что ни в коем случае нельзя делать по-другому В прошлый раз было треть выпито И в этот раз надо повторить Очень вкусный, очень сладкий Очень жалко Мотор Снимает эти блогеры и все, как-то все добавляет Я, друзья, очень плохой кулинарный блогер Я еще не в курсе, как надо правильно держать каждую камеру Ну, пока вот так это выглядит Бездна энергии от плиты А когда нужно маринад добавлять? Сейчас добавляем оставшийся маринад Вот для чего нужна большая кастрюля Аленушка, скажешь что-нибудь по поводу кастрюли? С большими кастрюлями всегда большая проблема Для этого главное, чтобы у тебя была замечательная мама Потому что у мамы всегда есть все Кастрюли всех размеров, приборы разного назначения И вообще глубокие знания жизни У нас во Франции, друзья, кстати, есть кастрюля Я надеюсь, что этот ролик смотрит Микаил Путаимский Он подарил нам эту кастрюлю И когда каждый раз мы в ней что-то готовим Мы добрым словом его вспоминаем Мишечка, приезжай, родной Мы столько всего вкусного сготовим А он вообще гастрономический бог тоже Ну, как моя сестра Вот Миша, ждем Так, ты побываешь теперь специи Добавляем специи Добавляем ледобровый лист Сейчас мы добавим перец горошком Много горошков Ох, как он его любит Надо так крылью высыпать Не глядя Ну, как у нас дорожков Отлично Теперь что еще? Семена калиандра Семена кациуса Все быстро Быстро не потому, что мы так хотим быстро А потому, что нужно быстро Вот он, розмарин, зира, кумин Фу, розмарин Как раз зира или кумин Потому, что кто-то мне написал Это же зира Но зира это и есть кумин Просто по-разному называется, наверное Так, ну и вот теперь самое страшное Ох Хелеса Можно сказать Выкинула Пропасть Аккуратненько все распределить Мы добавили 100 грамм воды сюда еще Ну, по ощущениям так надо было Ну, вместо выпитого хелеса Вместо, да Кто хелес выпил, я не знаю Не в курс я И дальше я должен все аккуратно мешать Размешать И следить И нюхать И там Понюхать Добавить соль, если нужно И главное не есть И тушить 3-4 часа До готовности Ну, что ж Я стараюсь не срамиться И сестра мне дала задачу Сделать мешку Предварительную Вот, видите Я все вымешал И казалось, что воды не хватает Может быть 100 грамм воды Как раз было лишней Потому, что видите Уже полностью мясо зафигачило Сверху Вот этим маринадом Уже смешанным С хелесом Со всеми делами И была команда Выложить сверху чабрец Вот так Поэтому Я не думаю Я просто выполняю То, что мне говорили Не знаю Надо его прижимать или нет Сказали выложить Я выложил Все И теперь Томлю это Хожу вот этой кастрюле Друзья, кругами И хелес уже весь выпит Охраняю кастрюлю Чтоб ее кто-то не съел Зачем шарик оставили дома? Для того, чтобы смотрел За тем, чтобы Закипевшие хвосты Никуда не делись То есть вот у нас Наконец-то закипело все Стоит сейчас на максимальной Энергетике И я уменьшаю Не то, не то, не то Количество Где-то до четырех И буду смотреть так Чтобы это дальше Медленно Уверенно кипело Но не очень сильно Но есть и проблема Друзья Вот она Вырисовалась Проблема Потому что я Обнаружил Мне сказали Сделать фотографии Новогодних приготовлений Ну не новогодних А просто вот таких Как вот Почему-то там Не знаю Вот Аленка Сделала вот такие Замечательные Печенюшки В форме Саболетика Можно даже сказать Планиров И вот как вот с этим всем С этой кастрюлей У меня просидеть Еще три часа Напишите в комментариях Что вы делаете В этом случае Если у вас все есть Но нельзя ничего есть Меня тоже не разрешали То есть я Каюсь Я просто Чисто на камеру Ммм Очень вкусно На самом деле Конечно Вот эти вот Умения Всякие штучки Спечь вкусно Это большой талант Но Опять же Так же Это большая проблема Для таких людей Которые Хотят похудеть Как я всегда Вот наличие Вот таких печенюшек Это просто катастрофа Поэтому я Беру себя в руки И Ни одной Больше печенюшки Не съем Все Наступила Ночь Друзья Я шучу Насчет ночи Еще готовится Все Вот это уже Третий час Тупения Эти хвостов Что я могу сказать Что я сделал Первое Глубочайшая ошибка Было добавить воды Вот эти вот 100-200 грамм Которые мы влили Это бред Силой кобылы Не надо было Этого делать Потому что Овощи дали Воду Мясо Дала жир Ну короче Все это Вот видите Помните Как я вот Показывал Как бы закладывали Вот уровень Вот это все Ужарилось Упарилось Ушмарилось И получилась Вот такая вот штука С учетом того Что из вот этой вот Жижи Вот Нам нужно будет Потом сделать соус Великолепный Вы видите Как он получится Наша задача Усложнилась На выпаривание 200 грамм Залитой воды А мог бы быть Просто херес Поэтому терпите И То что нужно Залить бутылку вина И бутылку хереса Не отклёбывайте Из них пожалуйста А мы продолжаем Еще вот Сколько-то времени нужно Потому что Я тут один Борюсь Я уже Честно Я уже маленький кусочек съел Очень вкусно Добавил соли Пол чайной ложки Потому что Было чувствовалось Что соли Не так много Как хотим Ну Я вообще соль Не люблю Даже для меня Соли было мало Ну и все Некая коррекция Сейчас будут готовить пюре Для вот этого великолепного блюда И так друзья Чтоб вы не думали Что канал мечта летать Это канал мечта пожрать Но Как бы Все в процессе То есть видите Потихонечку булькает Я наконец-то поймал Температуру идеально Когда видите Пузырьки идут То есть Кипит все-таки Явно 100 градусов здесь Но при этом Расход энергии минимален А чем я занимаюсь Сейчас Ну пока Всех жду Смотрю как взлетает фарман Вчера я сидел В этом самолете Сам своим глазам не верил И вот Вот он 13 ноября Первый раз полетел И Про это мы будем делать Обязательно фильм на канале Но вы можете смотреть Что Во время Приготовления пищи И кулинарной части канала Молка подсматривает Материалы с фарманом Бомба Здесь Здесь камеры на крыле Камеры на хвосте Реальный респект уважок Людям Которые Не только сделали самолет Но еще засняли его первый взлет Потому что Куча всего Например Т1 делали планер И Там такие кадры Что В общем-то Смех и грех То есть Понятно Что все спешат И так далее Но Друзья Кто делает самолеты Планира И так далее Поестьте Камеры Первый полет Не поленитесь Ну это же Первый полет Это же Ну вот 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 Мы готовим хвосты дальше Вишня Майиновая На обществе Хрени Даже не поверите Это Скромные закуски Которыми мы Ну Я бы не сказал так Что убираем Сеперить Основным блюдом Друзья Все хорошо? Теперь мы процеживаем бульон Из которого будем варить соус Так, Алиношка Сколько часов прошло Чтоб точно знать Сколько? С половины второго До половины седьмого Даже пять В принципе Здесь Можно их варить От трех до четырех часов Но чем больше Тем лучше Да, ну короче У нас получилось пять Мы на всякий случай Сделали больше И теперь Мы должны Бульон весь Вычерпать Не весь Но частично Да Мы сделаем из него соус Великолепный Из этого бульона Он процеживается И будет готовиться В вкуснейший соус Как я буду пробовать соус Я вам покажу Пахнет это Совершенно безумно Я уже пробовал Потому что я это досаливал Имею право Сил мы больше нет Это готовить Хочется очень Ну уже очень близки к финалу Ну вообще Почти Почти прям близки Приблизки Сейчас мы должны Сварить соус То есть у нас Бульон в котором Варились хвосты Должен загустеть Но к сожалению Мой брат оказался прав Что правда Абсолютно не умаляет Его вину Воды надо было Это я виноват Я добавлял воду Воды надо было Добавлять чуть-чуть меньше И поэтому соус Был бы готов Чуть-чуть быстрее А так мы Поставили огонь На максимум Мы стараемся Спешим Потому что все умираем С голоду Но Братик прости Ты был прав Друзья Это Самый редчайший Свои случаи В общем-то В жизни Когда Но ты все равно виноват Я виноват На всякий случай Вы же понимаете Наш соус практически готов Он забустел Вот посмотрите Какая у него консистенция Может быть Можно его держать Еще дольше Но я думаю Что не стоит Добавляла ли сахар Добавила коричневого сахара Сколько? На глаз Ну я думаю Что на такое количество Было примерно Полторы Две чайные ложки Вот То есть Если бы не лишняя вода Которую добавила я Вопреки рекомендации Моего братика Все было бы гораздо быстрее Слушайте братику Вот Ну конечно Результат все равно тот же самый Просто заняло чуть дольше По времени Пока вода Пока вода за счет Е равновеса квадрат Выпаялась Прекрасно Вот соус готов Итак Сейчас будем накладывать А накладывать будем Вот это вот Мало того Друзья Посмотрите Вот это все остальное Это тоже соус Который нужно потом Выпаять Даже если вы съедите Какой-то орех Там Мускатный орех И в общем Куча всего вкусного Включая два яйца Масло Молоко Взбитые В общем все взбитое Получилось очень вкусно Я считаю Что вот она отлежалась Настоялась И лучшая версия К Вот этим вот Хвостам К этому соусу Это вот Именно Такая картошка Да Аленушка Да Из кого хвосты Да Из кого было Из того и хвосты Самый серьезный момент Когда накладывают Порцию вне Ну я выбрала Тебе самый красивый хвост Да Так Теперь мы поливаем соусом Тем самым соусом Вот Все максимально Замечательно Потому что Мне дают Накладывают первого Я больше не могу терпеть Соус Карамелизировался И под это все Сейчас мы откроем И нальем Прекрасное вино У нас будет Риоха Резерва 2016 года Бон аппетит Друзья Да Ну надо же попробовать Потому что вы все меня будете проклинать За то что я Не передал своих эмоций От этого блюда Я скажу честно Я знаю как это вкусно Уже До Я ожидаю что так же будет Видите я захлебываюсь С улья Я ожидаю что это будет Так же вкусно Сейчас В принципе Даже я уже ничего не ожидаю Потому что я сожрал Пока готовил Кучу всего Ну поэтому Тяжело Одно вот такое Какое должно было быть Мрещайшее мясо С волшебной текстурой И вот Самое главное Вот тот самый соус Вот он Вот внизу Который Выпаривался Там Гулькал И так далее И его много Друзья Отказаться от добавки Невозможно Поэтому если вы готовитесь Съесть это блюдо Готовьсь так Что вы съедите Сначала два куска Как я съел я И потом еще один кусочек На всякий случай К этому надо Относиться нормально Нужно поститься Весь день Как я Нужно Ну вот Кроме печени Пости же на корзиночках С вишнями и кремом Это не считается Так вот Ну Слушай Лучше вообще ничего не есть И тогда вам все будет хорошо Вы съедите Съедите основной вариант Обрадуетесь А потом посидите Подумайте о чете Всего сущего И захотите добавки И вот Если есть добавка Это хорошо Поэтому готовьте Хвостов Минимум 500 грамм А лучше 600 На человека На сей Замечательной ноте Я пожалуй попрощаюсь с вами Потому что силно И больше Быть в высококультурном И что-то снимать Нет До новых встреч Глубоко уважаемые Любители летных видов спорта Это вкусных Позитивных роликов Эгегей Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому